Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня выскажет общественник Николай Пихтин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям, что вы тоже можете участвовать в нашей беседе, задавать вопросы. Есть специальная форма на сайте eho.kirova.ru и позже наши программы. Там же на сайте мы выкладываем, как в аудио, так и в видеоверсии. Много событий накопилось, Николай Анатольевич, за последнее время, но одно из самых обсуждаемых, это, конечно же, новая глава нашего города, Елена Васильевна Ковалева, большие надежды на неё возлагаются, и уже многие люди в нашей студии хвалили Елену Васильевну. Пожалуй, только похвалу его и адрес слышишь в последнее время, что опытный руководитель, грамотный финансист. Вы присоединитесь к этим словам. Да, я поздравляю с этим назначением высоким. С избранием. Избранием, да. Капитат же выбрали, 27% за них проголосовали. И так что, ну, надеемся, что ситуацию она несколько в городе поправит, будет эффективным управленцем. На какие основные моменты, на Ваш взгляд, новый руководитель Кировской гордумы, глава города, должен обратить внимание? Так это беды, которые на протяжении десятилетий, это грязь, моя любимая тема в городе. Это дороги, тротуары, дворы. Вот основные меры. Также вот по освещению, вот я знаю, что сейчас готовятся они менять полностью в городе освещение на современное. Полностью в городе? Ну, я видел, что вы заложили чуть ли не 300 миллионов на 4 года или на 5 лет. В городском бюджете? Да. Ты что-то информации такой не слышал. Не попадался. Безусловно, это сфера, которую тоже можно решать. Да, конечно же. Будет ли, Елена Васильевна, на Ваш взгляд, самостоятельно принятие своих решений? Есть там версии, что, возможно, кто-то попытается ее руководить? Подозрения такие есть, но я считаю, что, учитывая ее опыт, сколько она проработала в областной администрации, она должна выдержать ее. Пожелание ей выдержать. Любой прессинг. Да. Не, ну почему прессинг? Бывает хороший. По большому счету. Вы были, кстати, на церемонии на регуляции? Нет, нет. Ну, я на такие церемонии не хожу, потому что они довольно формальные церемонии. Плюс непонятно, кого там приглашают и как приглашают. Ну, смешников, в частности, приглашали. Я побывал. Ну, Греб, ну, не пригласили. Для того, чтобы освещать это событие. Ну, кстати, одним из самых, наверное, оригинальных подарков новой главе города был подарок скромный, по сути, преподнесенный руководителем общественной палаты Киросковской области Александром Галицким, он уручил дневник. Невник. Николаевый, чтобы записывал ученический дневник, чтобы жители оценки ставили, да? Кстати, и плюс, вот я бы пожилов и больше в паблик выходить, в личное пространство, больше общаться, к вам приходить еще где-то. Ну, будем надеяться, конечно. Вступая на должность, Елена Васильевна заявила, что депутаты Кировской Гурдумы должны забыть о своей партийной принадлежности и работать как одна большая целая команда, поддерживая, да, заявление. Алдастся, на ваш взгляд? Нет, тяжело будет, но надо. Все ликвидировать эти партийные противоречия? Нет. В частности, коммунисты, но единственного представителя, ну, я имею в виду фракции КПРФ, в Гурдуме уже свое такое неудовольствие высказал по поводу представителей коммунистов России, Николая Барсукова, единственного представителя там городского парламента. Я сторонник того, что я вообще против партийных выборов по партийным спискам, ну, как-то это неправильно. Партийная принадлежность, конечно, безусловно, она забывает, потому что на благо города надо работать. И еще в нашем эфире Ковалева заявила, что у него есть планы создать некий совет, некий орган конституционный с привлечением туда экспертов разного спектра. Опять же, для обсуждения городских проблем, в том числе и представителей СМИ она хотела бы видеть. Кстати, мы вот вчера втроем собирались, ребята, общественники, как раз, и как раз вот эту тему подняли, что ей нужны какие-то такие независимые внешние мнения выслушать. Не только там из своего окружения, что оно ей подсунет, да, абсолютно, граждане города Кирова, да. Я считаю, это очень нужная вещь и очень полезная будет. Смотрите, какой формат, смотри, какие вопросы опять. Ну, тут самая больная тема, вопрос, это даже не столько формат и темы, сколько, а как туда, кто их будет попадать. Наверняка будет много обиженных, да, и я боюсь, как бы опять плюсик групп туда не вошел, который по-четски начнет влияние оказывать. А здесь влияние не должно быть, она должна их выслушать и принять свои решения. По прошествии, какого времени, на Ваш взгляд, Николай Анатольевич, уже Елене Васильевне можно было какую-то вот ту самую оценку-то ставить? В дневник? Ну, как минимум, год-полтора, не меньше, не меньше, да. Пока она, так сказать, разберется, вникнет в ситуацию, в основу управления, как-то все это происходит. В том числе, она заговорила о некой ревизии, неком анализе муниципальных и универсальных предприятий. Ну, это на федеральном уровне, это вопрос подняет. Для него непонятно, как может муниципальный мук может быть убыточен. И с года в год он тянуть за собой убыточный заработок. Но, тем не менее, они есть, да. И сейчас на федеральном уровне решается о том, что хотят вообще эти убрать, как класс убрать. Я считаю, что это правильно, давно пора. И я, кстати, у себя в фейсбуке написал про это как раз, что федеральная инициатива и абсолютно большинство, которые комментарии было, все поддерживают, и говорят, что давно пора это сделать. Ну, как известно, городская администрация, она уже взяла курс на то, чтобы приватизировать муниципальное предприятие. Огласила. Огласила, да. Да, пока еще... Объявлено про детский мир, объявлено про центральный рынок. Детский мир странно, конечно. А что тут странного? Ну, это такой островок Советского Союза, который убыточен еще вообще непонятно. Очень странно. Ну, по поводу убыточности, я не знаю. У нас была в студии руководитель департамента муниципальной собственности Анатолия Мамедова. Она приводила эти цифры, порядок цифр. Там есть прибыль, но она небольшая. Причем она с годами как-то вот все падает и падает и падает. Ну, по мне, так вот такие площади, они должны, ну, миллионные прибыли приносить, а никак не сводить концы с концами. Кого бы в пару, Елене Васильевне, вы пожелали, я имею в виду в пару, глава администрации нашего города, который так или иначе станет известен уже ближе к концу октября. Его выберут. И представители губернатора, и известные представители Я, насколько я знаю, от губернатора список уже поступил. А там, по-моему, шесть человек. Кандидатов или тех, кто... Кандидатов. Кандидатов. Кандидатов, да, 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 да. От гордумы я пока не слышал. Ну, кто победил, трудно сказать. Я, честно говоря... Кто победит? Ну, да, кто победит. Честно говоря, я бы не стал зарекаться. Ну, единственное, что надежда, чтобы хороший человек был. Хороший человек, это не профессия. Ну, да, да, я согласен. Ну, я не буду ничего комментировать. Неужели трудно сказать. Единственное, что, чтобы честно, прошли выборы. А не так, как сейчас уже объявляют, что главой города будет такой-то товарищ... Главой администрации. Главой администрации, да, извиняюсь. Будет такой-то товарищ, но, подождите, будут выборы, они решат, кто будет. А мы сейчас... Ну, вы, видимо, в первую очередь имеете в виду Илью Вячеславовича Шульгина. Да, 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 Шульгина. Которому прочат кресла главы администрации еще с конца прошлого года. Ну, вот как прочат, а выборы? Ну, как выборы? Ну, они же... Нет, ну, понимаете, можно провести нормальный выбор, честный. А можно провести выборы Шульгина. Ну, это разные вещи. Ну, понимаем, да. Формулировка минимума разная. Ну, так или иначе, узнаем уже очень скоро. Вот здесь портал свой Кировский опубликовал по мэрам, по прошлым, которые были, вот все Михеи, Эванжелия. И вот у него одна из заслуги, я считаю, что это очень важно было, что он буквально с утра рано обходил город, объезжал, и был в курсе всех проблем, включая там дворов и так далее, и так далее. Вот эта оперативность обязательно нужна. То есть, вы идею эту уже не первый раз? Да. Озвучиваете вы за то, чтобы руководители городские как можно чаще выходили? Естественно, естественно. И чтобы со мной в автобусе, в троллейбусе ездили, а не на крутых машинах растекали. Ну, главе-то администрации будущего на штаты рекомендуете? То же самое. Ну, конечно, понятно. Мы, собственно, уже начали об этом делать. Как можно чаще, как можно подробнее. Интересоваться проблемами. Просто быть в городе. Без чиновников, без всех. Просто своим взглядом прийти и посмотреть, что происходит. А Валерий Васильевич Крепостнов, на ваш взгляд, с какой целью оказался в городской думе? Для меня загадка, но он в главу администрации наверняка не пойдет. Ну, кто знает, посмотрим. А какой, ну, как вариант, весь, вот, как бы, вот, ну, в сетях обсуждают о том, что, может, он таким, вот, как раз, как это выразится-то, управлением Ковалевой будет. Серым кардиналом. Серым кардиналом, да. Может быть так, не знаю. Ну, конечно, ход такой хитрый и неинтересный. Ну, многим действительно непонятно, находясь долгое время в областном законодательном собрании. Дальше я не скучаю, что он, может, он замом стать еще темно. Он, по-моему, писали ссору, отказался. Тем более, еще больше завязки. Еще больше завязки. Будем придерживаться мысли о том, что все явное, когда-то становится, все тайное становится явным. Таинное становится явным, да. Да, так или иначе. Николай Пикцин, общественник, это ваше особое мнение. Сейчас у нас небольшая пауза запланированная. И вернемся очень скоро. Да, кстати, по поводу главы администрации, городоначальника. Замечательный разговор был на прошлой неделе с Василием Селевичем Киселевым. Вышли? Да, мы в эфире, да, в эфире уже. С мэром города, избранным с 1997 по 2007 годы. О нем с теплотой вспоминаете, кстати, Василий Селевич? Да. Он ведь тоже выходил в город, инспектировал, отходил. И он мог подчиненных и других каких-то подрядчиков отчитать, и причем реально, как бы, на конкретных ленах, а не просто. Том, кстати, здесь в студии указал на то, что одна из основных, наверное, главных проблем, которые порождаются многие другие, почему-то решение не исполняется, то или иное не делается, равнодушие к делу. Ну, вот как-то пропустительское отношение. Согласны с этим? Да, абсолютно. Что нужно менять? Абсолютно согласен. И отсюда идут очень низкие, так сказать, требования к подрядчикам по контролю, по штрафам, по исполнению. Хорошо, к городской жизни мы чуть позже вернемся. Давайте теперь поговорим о новшествах в областном правительстве. Сформировано, или, вернее, наверное, еще продолжается формирование новой команды. Давайте на заместителях председателя правительства пока останемся. Из прежней команды туда Максим Кочетков, Дмитрий Курдюмов, Алексей Петрячков, Юрий Шульгин. Вошли? Да. Достойны. На мой взгляд, чтобы продолжить работу. Мне кажется, да, и сам тренд губернатора нового насчет того, чтобы обновлять по себе команду, делать пенсию, в большом счете это правильно. Каждый руководитель должен свою команду сформировать, на которой он должен опираться. Это нормально. А вам понятен этот принцип, кстати? Который не раз озвучивал глава региона, Игорь Васильев, что он говорит, что основное для него это порядочность и профессионализм при подборе кадров. Согласны с такой оценкой, с таким подходом? Абсолютно, да. А что такое порядочность? Ну, человек, который не врет, который реально... Профессионал-то еще, ладно, порядочность, на которую не воруют. Не коррупционер, не склонен набивать карман. Да, 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 конечно. Хорошо. Который открыто может говорить. Это может губернатору проблемы. Потому что и бывает, что замыли так, что до губернатора не доходит ничего. Первым замом, должность первого зама областного проектовства получил Александр Чурин. Уже, видимо, нужно говорить, экс-генеральный директор завода «Сельмашина» для вас было неожиданным. Оно было как-то так подспудное. Почему? Потому что я общался с людьми, которые, как бы, ну, по «Сельмашу», там, довольно близкие. Они говорили, что это вообще на уровне слухов идет, и что этого не будет. Ну, как-то впервые так ярко Александр Анатольевич обозначился в команде в Рио тогда еще, когда праймерис Единая Россия. Да, да. Ну, посмотрим тоже, вот тут нужно сказать, но хотя для меня немножко странно. Хорошее, серьезное предприятие с перспективой развития, и уходить с него как-то мне бы жалко было. Жалко было. Я свою трудовую деятельность начинал на госслужбе, а цель этого, это говорит, вот как Александр Чулин, я его цитирую, цель прихода в правительство применить знания и опыт, накопленные за последние годы, в том числе, в руководстве оборонно-промышленным предприятием здесь, в области. Прежде всего, хочется применять знания для создания условий для формирования системы устойчивого развития экономики области. Ну, это, ну, штатное слово. Штатное слово. Смысл которых я поработал, хочу попробовать себя на новом месте. Новые люди. Ну, он довольно молодой, поэтому, да, у него есть шанс расти как-то. Новые люди, что касается них, в областном правительстве, приглашенные, не местные. Для меня настораживает... Коммунисты по ним уже так хорошо успели пройтись. Я читал, мне настораживает одно, что люди, которые работали в Росреестре и в области работы в регионе, ну, это разные немножко форматы, разные подходы. Должны такие, справятся ли они, например, какой-то такой скепсис есть. То есть, к людям из Росреестра на руководящих должностях в регионе вы скептически относитесь. Не та работа. Не та работа. Не та работа, конечно. Другой формат. Вот если Чурин, он здесь был, он знает структуру и все прочее. А они как-то... у меня такое подозрение, скепсис есть. Лариса Макаюева стала министром финансов в Кировской области. Это человек... Мы храним вообще ноль ничего. Это человек из команды Елены Васильевны Ковалевой. Мы вместе работали. Да. Артем Сурженко пришел на Министерство государственного имущества. Про него тоже коммунисты много чего успели уже написать. Самый тяжелый. Самый молодой сейчас. И должность такая самая убойная. Ну, вы-то склоняясь к тому, что рано пока судить еще, да, по биографии? Абсолютно рано. По каким-то моментам отрывочным. То есть нужно посмотреть человека в деле. Конечно. Как он себя поведет. Конечно. Александр Владимирович Зорин покинул пост министра информационных технологий и связи. Анонсированный приход на эту должность другого тоже человека, приглашенного. Видите, вот по идее-то как бы губернатор набирает кадры себе. И нам обсуждать как-то сейчас немножко даже нелепо. Почему? Потому что мы их не видели ни в работе, ни они не местные, не знаем. И вся ответственность на нем лежит. Потом с него надо просто спросить, есть ли какие-то проблемы возникли. Как он подбирал кадры? Ну, опять же, для этого время должно пройти. Конечно. Год-полтора. Год-полтора, как бы сказали, по новой главе. Безусловно. Да, нашего города. Ну и, наконец, давайте поговорим о людях, которые вы были из команды областной. Ольга Куземская, Владимир Бикетов, Константин Мищенко. Мищенко. В частности, по Бикетову Игорь Васильевич сказал, что человек отработал. Ну, я так недословно интерпретирую. Человек отработал и место там себе найдет. Без каких-то особых оценок. Ну, на такой работе, я так понимаю, что должен быть более молодой человек, более энергичный, более коммуникабельный. На посту вы имеете в виду министра внутренней информационной политики? Да, внутренняя информационная политика. Здесь немножко другой склад ума должен быть. Другое отношение. А может быть у вас конкретные претензии есть к Бикетову? Маленькая публичность. О, недостаточная публичность. Это основная моя претензия. Основная закрытность. Конечно, конечно. А я считаю, может, наивно, но еще я так считаю, что этот человек должен быть сверхпубличным. Выходить постоянно. Сверхпубличный, это прям вот, чтобы мы устали от этого человека. Это что он тут все время мелькает и говорит? Ну, ну, лучше пусть даже устанет. Мы не устанем. Ну, лишь бы он, да. А Куземская? Про Куземскую я как-то так особо не... Помните, как удивлялись? Человек с огромным количеством высших образований. У нас здесь. Я вот... То, что ты говорил про Росреестр. Может быть, специалист в Росреестре был, ну, супер. Но не факт, что он будет хорошим специалистом в одни страны. Также Куземская. Да, образований много всего, много заслуг, много. Ну, как управленец, может, не... Не получилось. Не получилось. Ну, вот те же коммунисты настаивают на том, что череда громких скандалов повлияла на это решение. Чтобы Ольги Викторовны... Я сомневаюсь. ...в том числе правоохранительного такого, противозаконного рода. Не, я сомневаюсь. Скорее всего, просто... Может, она сама осознала, что мы не ее. Еще одну тему, которую активно продвигает КПРФ в последнее время, лидер кировских коммунистов Сергей Павлинович Мамаев на своей странице в соцсети назвал руководство области ликвидационной командой, ни много, ни мало, перед которой стоит задача упразднить Кировскую область как субъект. Якобы вопрос в федеральном центре уже решен. На самом деле, слухи такие ходят. Нет, об этом мы здесь с вами говорили. Я говорил еще месяца 2-3 назад. Я тоже считаю, что они не беспочвенны. Не беспочвенны. То, что вопрос решен... А что он-то отдает основания так считать? Что вы читаете? Кого вы слушаете? Были высказывания Матвиенко насчет укрупнения регионов. Дальше похоже, что политика государства в этом... В строительстве регионов она немножко меняется. Сейчас же сделать меньше регионов, чтобы... Похоже, да. Ну, не упразднят Кировскую область, а объединить, укрупнение. Это может произойти вполне, я в это верю. С кем? Удмуртия. Удмуртия? Да, может быть, Вологодская область. Ну, как в Ядский край раньше было. А еще говорят, Коми, возможно? Коми, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Там Коми, это Коми, это Коми, там, Рензене. А вот, с Вологодой, может быть, в Параде. Как раньше было. В Ядской губернии. Все входили. Ну, Удмуртия, нынешняя территория Удмуртии. Да, да. В том числе, территория современного Татарстана. Ну, с тревогой все-таки воспринимаете эти новости? Нет, не то что, как бы, тревоги никакой нет, и что, как будет, так будет, да нет, нормально. Просто многие уже переживают, как это в райцентр-то превращаться. Почему в РСН? А мы говорим, что райцентром можем быть. Были же мы когда-то райцентром в составе Горьковского края. Я считаю, что... До образования Кировского края. Я знаю, да. Нет, я считаю, что Киров останется центром. Сантральным. Скорее всего. То есть, пусть трепещут жители другой столицы. Да, от другого региона. Это они с райцентром. Нет, мне ничего страшного. Я абсолютно не вижу. Нормальные, другие процессы. Единственное, что надо понимать, что они в одномоменте не делаются. Это очень долгие процедуры. Это пока Госдума принят, так как, там, всякие законы. Это может, там, лет пять, там, семь пройти. Ну, вот, повторюсь, да, что эту тему сейчас активно будирует КПРФ. Вообще, информационные потоки, которые от коммунистов идут, вы их читаете, отслеживаете? Читаю. Читаете? Ну, может, сюда пропускаю, может, да. Да, все, но, читаю, да. Ну, у нас немного так ресурсов, на самом деле, где они... Да, да, я и публикован. Ну, все всерьез воспринимаете? Вот сама риторика коммунистов, она... Нет, я как... Ну, если так можно сказать, я так философски подходил. Философски? Ну, да. Просто недавно ты как раз активно обсуждали, как Сергея Павлиныча к новому сезону. Да. Ну, понимаете, сейчас время такое даже во всем мире, вот, и фейк-ньюс, там, и так далее, поэтому на все так смотри, философски спокойно. Ритровать, как говорится. Конечно, конечно. За веру сейчас брать, что-либо, очень сложно. Я напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, общественника. Мы еще будем продолжать нашу беседу. Напоминаю, что на сайтах kirov.ru есть формы для того, чтобы вы могли задать свой вопрос. Все работает, быстро придет ваше замечание или предложение, или вопрос. Мы вернемся в студию после рекламы. Это будет через минуту. Я как раз сейчас читаю новости на сайтах kirov.ru. Сегодня проходит публичное слушание, да, по бюджету области. И, кстати, хочу анонсировать завтрашнюю нашу программу «Дневной разворот». С 11 часов мы будем ждать в нашей студии председателя, Зак Собрания Кировской области Владимира Быкова и других представителей областного правительства и нашего регионального парламента. Ну, пишут, что действительно есть надежда, вот это долговое бремя немножко как-то попроще с ним будет. За счет федерала. Да, за счет федерала. Да, новая система на федеральном уровне вводится, когда мы отдавать будем не так активно по новым правилам. Ну, вот есть такие уже. Ну, это заслуга не регионная, а федерального федерального центра. Ну, собственно, сегодня прослушивание пройдут, и завтра мы подробно эту тему обсудим. Хорошо, продолжаем. Немножко, да, еще хочу про УЗС-то вас спросить. Как известно, в областном парламенте у нас третий штатный заместитель, им стал Владимир Костин. Как оценивать это событие? Что двух заместителей было мало? Ну, когда я это услышал, я сразу подумал, а почему не седьмое? Вообще мне непонятно, зачем... Ну, максимум у нас четыре было, да, в предыдущем создании? Мне вообще непонятно, зачем освобожденные там работники нужны. Председатель освобожден, все остальные все на добровольной основе работают. Это надо громче и увереннее говорить. Так, вы, председатель, получаете, остальные все, не получаете. Вы знаете, у меня в последнее время такая, как сказать, позыв такой пошел, что вот АЗС, что городскую думу, надо процентов на семь месяцев сократить аппаратами отсюда. Потому что это так раздуто. Я вот, когда был в свое время депутатом городского совета, было три человека штат. Количество депутатов, это же... Ну, да, они шумели, что там, мы не справляемся, не успеваем. Вот три человека, сейчас, говорят, чуть ли не пятьдесят городской. Ну, это явно перейсбудно будет. Ну, вот сам Владимир Костин у нас в эфире заявил, что работая на постоянной основе, якобы лучше свои полномочия будут депутаты. Штатные. Будем ближе к народу, будем лучше наказать избирательные, проблемы решать их. Ну, штатное заявление. Штатное заявление. А что еще вам могу сказать? Конечно. Только какая связь, он оплачиваемый, и как реализуются больше наказы избирателей, мне связь, это не совсем понятно. И как, что депутаты будут свои полномочия лучше исполнить, тоже не совсем связь, понятно. Ну, есть, видимо, достоверная информация о том, что, как бы, федеральный центр принял решение о том, что представители оппозиционных партий должны заниматься оплачиваемой должности более заметными. Нет, это да, я согласен. Но эта должность могла быть не оплачиваемой должности, но эта должность могла быть не оплачиваемой. И опять, опять, о своем. Количество депутатов, в общем, можно оставить на вашем взгляд. Какая связь, ничего не изменится. Вы имеете в виду эффективность, качество, реализуемое решение, принимать, ничего не изменится? Конечно, ничего не изменится. Давайте к городским делам перейдем. Поговорим и о той самой Невязи, и о дорогах, и тротуарах. Буквально в конце прошлой недели поступила информация о том, что на сегодняшний день в Кирове по федеральной программе формирования комфортной городской среды полностью отремонтировано только 20 дворов из 60 запланированных. Хочу похвастаться, двор, где находится дом, в котором моя семья живет, он как раз попал в эту программу. С месячным опозданием, но все-таки вот сделали. То есть, понятно, да, из этих цифр, что недостаточно оперативно все это происходит. И, собственно, под вопросом, видимо, финансирования на будущий год данной программы, потому что сдать в срок и качественно все сделать, это один из критериев, влияющих на получение денег из федерального центра. Ну, кстати, здесь просто... Потому что они справились, просто почему? Здесь проблема, здесь не столько на саму гладь надо грешить, А большая проблема, мне кажется, это отсутствие подрядчика, которые могут эффективно, нормально, хорошо работать. То есть, их недостаток. То есть, деньги были, решения какие-то законодательные были, а исполнительные не нашлось. Вопросы больше. Сроки. Это и состояние бизнеса, то есть, как таково. Вот эти все процессуальные, вот эти все вещи, они существенно, на ваш взгляд, тормозят реализацию. Конечно. Но опасения-то в любом случае есть, получим мы не получим на будущий год. Эти деньги власти-то говорят, что получим. Два месяца осталось небольшое. Уж пилят ли остальные, там, шарик-то делать, я занимаюсь. Поэтому, скорее всего, проблема возникнет. Ну, я знаю, и по рассказам родственников, знакомых, близких, наших слушателей, в разных районах города сейчас грандиозные работы еще. Они идут, продолжаются, и грязь стоит при этом, и проехать очень трудно, и пройти невозможно. А зима на носу. Вот ничего не изменилось. Пришли такие деньги из федерального центра, а мы вот как-то ни шатка, ни валка. Почему? Горько. Горько от этого всего. Почему? Ну, это система такая. Кстати, между прочим, такое было. Это валить здесь на госзакупки, там были конкурсы все. Я считаю, немножко не совсем правильно. Почему? Потому что, я уже говорил, я в Кирове жил там 73-го года, оно и тогда так же было, и сейчас так же. А уже и страны нет, и власть сменилась, и все прочее. Вот участок дороги, отремонтированный в моем дворе, там такой есть небольшой отрезок, сделали бордюры, положили новый асфальт, но при этом, что там, клумбы, ну, земля предположит, она нависает над этим на всем. Ну, вот скоро дожди осенние пойдут, куда это все потечет? Я, кстати, вот сам еще не посмотрел, улицу красиво ремонтировали, там напротив гостиницы Киров сделали, такие бордюры поставили, что сейчас там после дождя, ну, море буквально. Вот, нет, не мёртвки, нет, стоков нет. Так что, вроде бы, хорошо, а с другой стороны... А по городу ситуация. Даже ведь много и хороших участков, недавно отремонтированных, но вот дождик прошел, и огромная лужа образуется. Как обойти? А если коляска, а если человек с ограниченными возможностями? Вот, я говорю, нехватка исполнителей, плюс, не говоря уже об их мастерстве. То есть, нормальный, хороший, и исполнитель, он просто... Такие вещи не будут допускать. А они делали, значит, так, лишь бы сделали. Ремонт дорог. Не будет отчитаться. Ремонт дорог, давайте еще и о нем поговорим. Безопасные и качественные дороги. Трасса Киров-Русская, самая большая, на самом деле, крупный лот. Вот есть новости о том, что люди начали жаловаться, что на одном из участков этой трассы появились небольшие трещины, там, ямы какие-то. Ну, понятно, что это не должно сразу же этого... Сразу же там быть. Только-только сделали. Руководитель Дирекции Дорожного Хозяйства Андрей Менькин сказал, что подрядчик знает и устранит за свой счет. Вот общественники ведь... Вы говорили о своем отношении к общественникам. Молодцы ли? Они молодцы, они контролировали. Они ведь предупреждали с самого начала. Вы что делаете? Вы, ну, помните, да, в тех заданиях моменты некие отсутствовали, некоторые, и это же все превратится. Вот он превратился, да. Ну, здесь, может быть, и вот именно гонка идет по срокам, что быстрее и быстрее надо сделать. Может быть, это виноват. Ну, я все равно, я убежден, что нормальный, хороший работник, он халтуру не будет делать. Он просто или откажется, или сделает так, как надо. Вот свой точный прогноз, Николай Анатольевич, можете дать мне эту дорогу к Киеву с Русской? Золотая. Нет, я имею в виду, когда, не знаю, там... По срокам? ...свое внимание, негодование к себе уже может привлечь. Мне кажется, через месяц, не раньше. Через месяц, не раньше? Я имею в виду, какие-то разрушения, может быть. А, разрушения, весной посмотрим. Весной посмотрим. Весна покажет. Ну, я тоже перекресток Пугачева и Некрасов, наконец-то. Золотали. Золотали? Ох, надо проехать. Я ж каждый день дважды хожу, как минимум. Каждый год или вот там получается? Да, да, да. В прошлый год делали. В этот год я нынче вот хожу и прикидываю, до зимы. До ежедли или нет? Потому что уже выбивать. А там какое-то место особенное? Там чего? Это надо все скрывать и по-хорошему. Там учит ведь изнутри. Там коммуникации, в свое время прокатывали. И вот результат. То есть земля, видо, поддает немножко. И там вся дорога бомбами. Извините. Извините. Поэтому надо все скрывать и все делать капитально. Потому что подъезды со всех четырех сторон, сами дороги, подъезды, перекресток, они в нормальном состоянии. А перекресток, оно безобразно вообще. Ну, можно пояснить, что перекресток рядом с ДК Космосом. Да, да, да. Это же по диагонали. Да, по диагонали. Ну и упомянутый уже мною Андрей Менькин оказался в такой интересной ситуации. Предписание от прокуратуры ему досталось за то, что в своей декларации не указал о том, что у него в имуществе есть недешевые транспортные средства. Внедорожные хорошие и мотоциклы неплохие. Ну, задается мне, что это не по злому. Вы хотите его защитить сейчас? Ну, не защитить как-то. Ну, да, можно сказать, защитить. Мне кажется, это чистая халатность. Это будет исправлено. А вот, не знаю, по-моему, как-то спал уже этот градус. Дальше, ну, давайте представим. Народного непонимания. Давайте представим, что это было бы задекларировано. И что? Было бы от этого легче. Ну, конечно. Ничего не меняется. А помните, как Андрей Юрьевич пришел на работу-то, да? Как он говорил, по-чесноку, что называется, что зарплата у него будет 30 тысяч рублей, да? Помню. Давайте оставь на его совесть. Да, да. И прокуратура. Просто больше не поднимается и не обсуждается, почему. Ладно, а тут вот такие вещи всплывают, которые, ну, явно в этот бюджет никак не укладываются, да? Ну, не, один чиновник, не буду говорить, кто, он, когда заполнял декларацию, он сказал, что у нас тут такая нудра, такая сложная, что сразу не понять даже, что где еще остается. Между тем, зима не за горами. Анонсировано то, как будет убираться город от снега грядущей зимой. У нас, якобы, на 14 единиц техники будет больше, всего 175 машин, к выводу, планируется. Уже сейчас заключены контракты на содержание улиц с 8 подрядными организациями. Прошлую зиму вспоминать даже не хочется в этом отношении. Ужасно. Было ужасно, несмотря на многочисленные заявления о том, что мы работаем, работаем и без устали вывозят грузовики снег за город. Это были только заявления. А потом появилась информация о том, что вывезли запланированное количество снега, деньги кончились, а такое ощущение, что ничего и не было сделано. Это было лукавство чистой воды, потому что реально люди видели в городе, что снег не убирается, техника не работает. А нынче вот эти 14 единиц дополнительных, во-первых, я так и не нашел, а что за единицы? Может, самосвалов 14? Ну ведь, с другой стороны, это немало. Их ведь загрузить еще надо. Ну, надо отдать должное тем же общественникам, контролерам, заходам и содержаниям ремонта дорог. И они сейчас говорят о том, что будут и зимой, и зимнее содержание за ним наблюдать. И вот они хотят проанализировать подробно эту схему и предлагают там пункты весового контроля. По прошлому году не сошлось количество вывезенного, которое продекларировано, и которое на свалке реально оказалось. Оно не сошлось причем. Помните, Виталий Брам, он даже в Фейсбуке тоже выкладывал, прям подсчитал, сколько же это должно было быть вывезено, и там огромное количество этих самосвалов. Нет, я как-то озвучил. Ну, я, может, ошибаюсь, но, тем не менее, я взял площадь города Кирова, взял одни улицы, взял примерный снежный покров в год, и получается, что надо только с дорог, только с дорог, не считая тротуары, газоны, дворов и так далее, вывозить порядка 800 тысяч тонн. У нас вывозят где-то, ну, 120-180 тонн. 800 тысяч против 120. Чуть больше. Вы понимаете, что это несопоставимая вещь? Это только с дорог, которые асфальтированы. Пару минут у нас остается, еще хочу одной темой коснуться. Собственно, инициировал ты и ее глава региона, Игорь Васильев, когда приходил к нам уже после выборов на эфир 18 сентября, в списке таких планируемых вещей, прогнозируемых, он произнес свое пожелание или свое видение развития в культурном отношении нашего города. И вот сказал бы, чтобы неплохо у нас, чтобы в городе появился большой концертный зал на несколько тысяч мест, тогда к нам вы самые яркие звезды мирового уровня в том числе. Приезжали и мы делали большую эфир на сей счет дневной разворот в течение двух часов. Много специалистов высказались по этому поводу. Вы человек в культуре не сторонний, не посторонний. Вы работали, напомню, в том же ДК Пусмос. Нужен нам такой? Нужна такая площадка концертная? Я считаю, что это и нужен, да. На сегодня в Кирове какой-то современной площадки ее нет. Дальше я бы видел немножко больше, может так мечтаю, но тем не менее, что это должна быть не только концертная площадка, во-первых, трансформер, во-вторых, это должен быть выставочный зал. Многофункциональный. Да, у нас нигде выставки хорошие провести. Это конференц-зал какой-то современный. Это все нужно, да, конечно. Ну, в сети сейчас обсуждаются, там и по месту как бы люди свое видение высказывают. Разные варианты есть, не знаю. Ну, такой подробный хороший комментарий на сей счет дал представитель Совета директоров компании Кировской СССР Денис Крутехин. Ну, он почти вот позволил представить масштабы, дал понять, что это все не очень... Не все так просто, да. Особенно на начале. Две-три тысячи мест, я цитирую его, это парковочные места, конференц-залы, гримерки и так далее и тому подобное. Ну, это многовато, где-то примерно полторы, ну, две-двесть теперь, а больше не надо. А может место, свое видение? М? Свое видение по месту, возможно, в размещении предложите? Знаете, место, да, есть очень интересное видение на месте центрального рынка. О! Который уже устарел морально и я был не так давно, ну, не как давно. Ну, может быть, с полгода больше назад, ну, зрелище у вас не окончало, там тоже, где он находится. Плюс там, если помните, там предлагали уже вместо него там торгово-культурный центр построить и так далее. Но торгового центра там, в округе, ну, очень много. Поэтому смысл еще один, я считаю. А вот там, в округе, там очень хорошее место. Концертный зал. Да, там коммуникации, дороги, там все есть, все необходимое есть. Ну, опять же, если говорить о реализации, о практической плоскости, то, по большому счету, это пока наши хотелки. Наши хотелки, я подчеркну, что эта речь идет, что это будет, если это будет строиться, то не за счет бюджета, а за счет инвесторов. Частно. Частно, да. На этом завершается время нашей беседы. Николай Пихтин, общественник, особое мнение. Всего доброго, до свидания. Спасибо. До свидания. Далее новости и наши традиционные тематические программы.